Всем привет, это Мишаман и в сегодняшнем ролике я бы хотел обсудить с вами аж несколько вещей. Первое, что хотелось бы сказать, это рассказать вам о том, какие фишки я сейчас использую для того, чтобы более оптимально фармить лик-механику Архнемезис, а именно все вот эти вот бошки. К этому же будет пара слов о тех изменениях в интерфейсе лик-механике, которые мы получили в предыдущем патче, что в общем-то помогает и я расскажу вам, что о них думаю. Также хотелось бы обсудить еще патчноуты, которые вышли и они поменяли немного ветку, немного атласа, в общем есть всякие маленькие забавные изменения, которые хотелось бы обсудить. Ну и Battle Pass, собственно, многие тоже хотят послушать мнение разных людей, стримеров и так далее, так что и его тоже затронем. Ну что же, давайте ближе к делу тогда. Для начала перейдем непосредственно в игровой клиент и посмотрим на то, что же изменилось у нас в интерфейсе. Здесь вот у нас, у меня открыто как раз окошко с лик-механикой и видно, что теперь рецепты стали подсвечиваться по-другому. Во-первых, появилось сверху вот это вот выпадающее окно, мы на него кликаем и здесь довольно приятная вещь у нас наблюдается. Те рецепты, которые мы открыли, их можно кликнуть и их ингредиенты будут подсвечиваться у вас в интерфейсе. Также прикольный момент, что здесь, когда вот в этом выпадающем окне, да, вы можете посмотреть, чего у вас не хватает. То есть, вы можете открыть и увидеть, что для того, чтобы собрать абирата, у меня есть все три фрагмента. Я бы хотел, чтобы здесь подсвечивалось еще количество их. Вот, это было бы удобно, потому что так мне нужно посмотреть. Ага, у меня все есть. Значит, я вижу, что я только два могу собрать, например, да. Но это уже мелочь. То есть, может быть, это было бы слишком уж громоздко, потому что вещей здесь не так уж и много помещается. В принципе, это можно вполне себе и быстро глянуть. Ну вот. Но при этом, если вот я хочу аракали собрать, я сразу вижу, что мне не хватает одного из фрагментов. Потому что вот эти вот у меня яркие цветные, а тот, которого не хватает, он серенький. Вот. И он подсвечивается красным, видите. Видите, те, которых не хватает, подсвечивается красным. А те, которых хватает, подсвечивается желтым. Так что какое-то отличие в них есть. Единственное, что меня немного подбешивает, это то, что если выбрать, например, два, которых у меня есть, да, то невозможно понять, какие к кому относятся. Мне кажется, что если бы, опять же, была бы какая-то индикация того, что это рецепт 1, а это рецепт 2, то тогда было бы немного проще. Потому что, по сути, если выбираете оба рецепта и не помните точно, из каких ингредиентов какой рецепт состоит, то в таком случае вам нужно будет еще раз идти сюда и смотреть, просто, ну, сверяться, какие именно вам класть. Потому что вы можете положить, не знаю, Ice Prison, Storm Strider и Flame Strider. И это не даст вам ничего, потому что вам нужны другие комбинации. Но в целом эта штука выглядит довольно удобно, довольно изящно, то есть она не громоздкая. Мне кажется, что это вполне себе приятные изменения в плане интерфейса. Однако, конечно, я говорю, есть и некоторые мелочи, о которых я уже упоминал, но не уверен, что эти утверждения выдерживают какую-то разумную критику. Вполне возможно, разработчики об этом тоже задумывались и по какой-то причине это отсеяли. Вот. В целом, мне нравится этот вариант интерфейса. Однако, его недостаточно для того, чтобы оптимально собирать все те рецепты, которые вы хотите. Вот. А для того, чтобы как раз собирать все рецепты, именно которые вы хотите, не собирать, которые вы не хотите, я и придумал некоторые фишки, с которыми сейчас, которыми с вами сейчас поделюсь. То есть, перейдем сюда, и мы идем прибегом на фильтр-блейд. Почему мы сюда идем? Я сейчас объясню. Идея изначально моя заключается в том, что просмотрев список всех рецептов, которые есть, я для себя установил несколько вариантов, которые хочу собирать. Есть некоторые рецепты, на которые я смотрю и понимаю, что я не буду собирать это больше, чем один раз за лигу. Мне это не интересно, мне это не нужно. Ну, или, по крайней мере, в данный момент, для того, что я делаю, мне это как бы, ну, это просто трата времени. И для того, чтобы это время и силы не тратить, я не хочу подбирать те фрагменты ликмеханики, которые мне попросту не нужны. Они будут занимать место в инвентаре, они будут мешаться, и рано или поздно я их все равно выкину отсюда. Вот. Только это будет тратить мои нервы и силы. Так вот, как раз с помощью лот-фильтра и решается для меня данная проблема. Как именно? На первый взгляд, да, если мы зайдем в... Ну, выбираем любую базу фильтра, по сути, не важно, на какой вы играете, можете свой шаблон загрузить, это абсолютно не важно. Идем в секцию 3.17 Аркнемезис. Здесь у нас есть как раз Аркнемезис Лига. Вот. И изначально все эти вещи, они подсвечиваются здесь таким вот образом. Допустим, как бы, сначала, что я подумал, можно сделать. Можно все просто вырубить здесь, и оно не будет подсвечиваться фигня. Оно будет подсвечиваться. То есть, поскольку это, как бы, является лигмеханикой, мы не можем это просто вот так вот взять, скрыть. Вот. То есть, все равно остаются вот эти базовые штуки. Можно у них, конечно, снять с них эффекты, но они по-прежнему при упадении будут звучать, они по-прежнему будут отображаться. Но тут я подумал, что, погодите, если вот эта вот палетка, которая нам предлагается на RGB, да, плюс там есть слой прозрачности, то что тогда можно сделать с теми рецептами, которые мне абсолютно не нужны? Представим, что вот это рецепты, которые мне совсем не нужны. Вот. И очень просто. Здесь мы берем и загоняем прозрачность, в общем-то, в ноль. Вот. То есть, сам предмет никуда не девается, то есть, он будет вам выпадать. Вы будете слышать маленький теник, когда он выпадает, как алхимка, условно говоря, падает, без каких-то звуковых эффектов. Но при этом никакого отображения в лут-фильтре у вас не будет, и вы, кроме этого теника, замечать ничего не будете. То есть, даже если вы на этот теник среагируете, и захотите попробовать поднять что-то, вы это не увидите просто-напросто. Вот. Для меня это работает отлично. То есть, в своем фильтре я это делал так, что... Сейчас я найду. Вот. Я это делал так. Где он? Где он? Где он? Вот это вроде бы... Вот. Давайте зайдем в... Как раз 3.17. Да. Здесь изменил. Я здесь по разным рецептам разделил, по цветам их, чтобы понимать, что для какого рецепта примерно мне это нужно. Я здесь подсвечиваю только те, которые мне нужны, а все остальные я как раз показываю, ну вот таким вот образом, что они у меня еле-еле видны. То есть, в принципе, я могу с таким же успехом еще сильнее загнать это в невидимость. Ну, я это стал чисто на всякий случай. Ну, мало ли мне там какой-то причине, я вдруг замечу, что я что-то не так настроил. Вот. Ну, а в целом это работает отлично. То есть, те, которые подсвечиваются, они мне нужны, я их собираю. Те, которые не подсвечиваются, мне не нужны, я их не собираю. И таким образом они не занимают у меня места в инвентаре. И я забиваю свой вот этот инвентарь только теми фрагментами, которые мне нужны. И по-прежнему остается небольшая проблема, что приходится лить за количеством, потому что одни выпадают чаще, другие реже. Но в любом случае это гораздо-гораздо проще, когда вы подбираете меньшее количество фрагментов и тратите на это меньше времени. Вот такая вот фишка. Надеюсь, что для вас окажется полезной. Так что фильтры силам. Дальше. Да, и напомню, что мои фильтры можно в описании, либо по ссылке найти. Либо просто на фильтр Блэйде, воспользовавшись поиском. Тут можно тоже найти по моему никнейму. Вот. Следующее, что хотелось бы обсудить, это патч-ноуты. Здесь багфиксы, здесь всякое разное. Для меня лично есть несколько моментов, которые хотелось бы обсудить. Во-первых, это то, что теперь Войтстоуны, когда они устанавливаются в Атлас, дают 25% шанс дропнуть карту более высокого тира. Для меня лично это значит, что... Ну, во-первых, это суперкрутое изменение, как по мне. Вот, то есть... У меня Войтстоуны где-то в инвентарии, видимо, лежат. Нет? Не уверен. Либо они у Кирака. Ну, поскольку я мигрировал персонажей. Давайте посмотрим. У тебя они... Тейк Войтстоун ставят мне. Вот, теперь Войтстоуны, они дают шанс дропа более высоких карт. Раньше этого не было. И поэтому для того, чтобы сустоинить только Т-16, вам часто довольно-таки хотелось использовать как можно больше пассивок на сустоин карту. То есть вот эти вот три кружочка. Шейпинг инэскай, Шейпинг инэмонтэнс, Воллис и Сейс. Вот. Теперь же, как только у вас появляется первый Войтстоун, вы фактически можете убрать один из этих кружочков, потому что здесь каждый из них по 25, в общем-то, и дает. Здесь 25, здесь 25. И тут тоже по 25. Вот. Фактически это увеличивает количество опций в Атмосе. По крайней мере для ССФ. Ну, или если вы хотите точно сустоинить какую-то Т-16, то вы можете оставлять и это, и оставлять, в принципе, два, например, камня. И тогда, ну, либо один камень. Тогда будет какую-то Т-16 состоять проще, потому что вам просто чаще будут они падать, Т-16. Вот. По-прежнему остается сложность в состоянии, в принципе, какой-то конкретной Т-16, потому что если у вас стоит все Войтстоуны, да, то у вас весь Атлас будет стоять из Т-16. И даже со всеми открытыми слотами это делать довольно проблематично. Поэтому, как правило, для того, чтобы состоять какую-то конкретную мапку, проще оставлять либо ноль камня, либо один камешек здесь. Вот. Ну, теперь оно будет давать еще, по крайней мере, буст в плане тира карт, которые падают. Это первое изменение, которое мне, в принципе, понравилось. Дальше еще есть момент, что в Атласе подфиксили, немножечко улучшили ноду на Блайт-карты, эпидемиология. Она находится вот здесь. Теперь с взятой этой нодой Блайт-карты получают 25% усиления эффекта модификаторов. То есть это касается как негативных, так и позитивных, но в целом это влияет, конечно же, и на дроп. Вот. Так что теперь, если вы фармите Блайт-карты, то, скорее всего, вы эту ноду хотите брать для увеличения профита. Дальше, ну, из приятных моментов, теперь карту можно, в смысле, можно теперь кирку продавать шмотки. И остальное, если честно, меня не то, чтобы сильно как-то затронуло. Вот. В общем, по поводу патч-ноутов, здесь дальше довольно много всяких хот-фиксов и так далее. Но основное, что здесь для меня, это вот как раз изменение там одной пассивки, изменение Блайт-стоунов и изменение взаимодействия с Лиг-механикой. Дальше, последнее, что я хотел бы обсудить, каратенечко, это батл пасс, который ввели тоже буквально недавно. Что это такое? По сути, вы за 30 баксов, то есть примерно полторы тысячи рублей раз в три месяца сможете купить, по сути, энное количество MTX-ов, которые вы будете получать по мере выполнения карт. То есть, если вы проходите все, значит, 117 мапок, то вы получаете все MTX-ы. Кто-то говорит, что все, это конец, кто-то говорит, что да ладно, это круто, кто-то говорит, что да пофигу. Ну, мне, если честно, более-менее все равно, потому что, если я захочу, если вдруг здесь окажется какой-то набор уников или каких-то предметов, которые мне, ну, очень понравились, то я смогу это сделать. То есть, у меня вот уже, не знаю, на ХЦ, все кроме последних там трех-четырех мапок уже сделано. Ну, то есть, я могу нажать кнопку заплатить 30 баксов, получить это. Но, честно говоря, я не особо хочу. Я не считаю это какой-то огромной проблемой. Меня немного подбешивает, что здесь для него отдельная иконка, но, не знаю, я в любом случае этими иконками не пользуюсь. Чтобы выйти в эту ветку, я все равно хот-кейм пользуюсь. Это просто удобнее, как по мне. Не знаю, как по мне, это неплохая вещь, учитывая, что это никак фактически не влияет на игру. Если нравится какой-то MTX отсюда, то можно и купить, конечно. Для кого-то это может стать дополнительным стимулом. И единственное, что я не очень понимаю тогда, это немного конфликтует, что ли, с системой ачивок. То есть, у нас уже есть похожая штука, где мы получаем MTX за выполнение каких-то квестов. И просто сама идея батл пасса заключается в том, что ты должен что-то, типа, делать довольно сложное, но реально закомплетить все мапки, мне кажется, человек, который играет даже по, не знаю, 2-3 часа в день за всю лигу, он это сможет сам сделать вполне спокойно, без каких-то особых сложностей. И в конце концов, это, я думаю, сведется к тому, что люди будут отдавать 30 баксов за то, чтобы кто-то им продал булком 117 карт. И за это они должны отдать еще несколько экзов. Вот, то есть, фактически, ты обмениваешь MTX на деньги и экзы. Не знаю, не знаю. По-моему, немного странная система. Но, с другой стороны, это какая-то, видимо, первая итерация того, как это будет работать, и относительно нашего фидбэка уже будет как-то это немного видоизменяться. Лично мне интереснее было бы, если бы эти все MTX давались, не знаю, за гоночки, за каких-то там боссов и так далее. Потому что... Ну, и желательно таким образом, чтобы никто не мог это вам засервисить, да, чтобы вы сами должны были это получать. Вот, то есть, это как... Это был бы тогда дополнительный стимул реально играть в игру больше, например, да. Потому что иногда я слышу, что говорят, вот как заставить себя играть, а тут это, знаете, как с абонементом в качалку, да. Если для вас эти деньги являются нормальными, чтобы отдать их за игру, в которую вы играете, по много часов в неделю, там, в месяц, то вы можете потратить их, и тогда у вас будет больше поводов поубивать каких-то боссов, а не сидеть и фармить буреки под пиво. Вот. Ну, не знаю. То есть, я к этому довольно нейтрально отношусь. MTX выглядит забавно. Не то, чтобы я какие-то из этих предметов особо активно собирался использовать, играя на ССФе. Поэтому, ну, как по мне, чем меньше MTX-ов, обычно тем игра плавнее идет. Вот. В общем, не знаю. Оставляйте ваше мнение в комментариях по поводу этого всего. Если это видео оказалось полезным, не забывайте подписываться и ставить лайкосики. Я, в общем, это был Мишаман. До скорой связи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok